Сегодня я расскажу вам о приемах и вообще о всех решениях, которые были у топ-5 команд по итогам соревнований. Прежде чем я приступлю к решению, я хотел бы рассказать просто про задачу. Итак, нам даны были спутниковые снимки в различных спиртральных диапазонах. То есть это снимки, которые были сделаны в разных длинных волн. Кроме того, эти снимки отличались не только по природе сигнала в плане длин волн, они еще отличались по размеру в плане разрешения. То есть это были снимки разной природы в очень-очень сильно разном масштабе. Это очень важно. Они отличались значимо. То есть самое маленькое изображение, которое называлось VR-A, оно было в 20 раз меньше, чем самое большое изображение. Соответственно, чтобы как-то их использовать, вам нужно было их масштабировать либо придумать, что с этой проблемой. А предсказывать нужно было объекты 10 классов. Классы были такие, как дома. Это просто обычные дома. Структуры. Это что-то вроде рукотворной структуры, типа заборов или каких-то очень узких конструкций, буквально шириной в нескольких пикселей, даже на самых больших снимках. Также это были дороги двух типов. Это асфальтовые дороги и шоссе, и грунтовые дороги, и какие-то тропинки в лесу. Также нужно было предсказывать леса. Это как одиночно стоящие леса, так и группы деревьев, которые растут в виде рощи. Кроме того, это поля, но не поля картошки, потому что это было в Нигерии, а это просто какие-то поля, где растет, по-моему, пшеница. Также это вода двух типов. Такая как медленная вода, что-то типа озера и пересыкающие реки. И быстрая вода. Это именно большие водоемы или большие реки, которые текут через весь кадр. Также нужно предсказывать еще, кроме всего этого, машины. Они тоже были двух типов. Это большие грузовики и автобусы, и маленькие, собственно, сами машины, и мопеды или что-то вроде скутеров. Соответственно, как вы можете видеть, нужно предсказывать объекты в очень-очень-очень разном масштабе. То есть некоторые объекты пересекают прямо весь кадр, и это типов воды или полей, а некоторые объекты занимают буквально несколько пикселей. Это типов мопеды либо автомобили. И это тоже на самом деле довольно большая проблема. Метрика — это jacquard score. То есть это что-то вроде отношения пересечения к отношению объединения предсказанной маски и ground roof. И здесь вы видите распределение площади по классам. Вы можете заметить, что риск возле последних двух классов, которые соответствуют машинам, их здесь нет. Это связано с тем, что их по площади сильно меньше 1%. И буквально несколько пикселей по отношению ко всем остальным классам. При этом важно понимать, что в общий score вклад дают каждый класс равноценно. То есть score — это средний jacquard по всем классам. Соответственно, если вы предсказали все классы, но по какому-то ошиблись, то он дает такой же вклад в общий score, как и все остальные классы. Это очень важно. Размер данных — это тоже очень большая сюрприз от организаторов. По описанию, когда мы решили это соревнование, было сказано, что в трейне нам дано 25 снимков, размеченные с масками. Это что-то вроде обычной снимки. Размер примерно 1 км на 1 км. И было сказано, что в тесте расположено 425 снимков. Притом паблик состоит из 80%, а прайват — наоборот. Паблик из 20%, а прайват — из 80%. То есть лидерборд во время самих соревнований, чтобы сравнивать разные команды, был по 10% в этих снимках, а прайват — по оставшимся. Соответственно, для меня было очевидно, что даже паблик при небольшом проценте от общего теста содержит гораздо больше снимков, чем весь трейн. Соответственно, если бы я придумал какую-то свою локальную схему валидации, то она была все равно хуже, чем лидерборд. Соответственно, для меня было логично, что можно валидироваться с помощью лидерборда в этом соревновании. Но очевидно, что если кто-то из вас участвовал в Kaggle, то я думаю, что вы понимаете, что это очень плохая стратегия. Но в данном случае для меня это было оправданно. Точнее, казалось оправданно. Но на самом деле так бы делать не стоило, потому что на самом деле организаторы разметили из этого теста только 32 снимка. Соответственно, паблик строился по 6 снимкам, а прайват — по 26. И вы можете себе представить, что, скажем, у вас есть 25 снимков в тесте, вы валидируетесь по 5 снимкам и заливаете в свои решения, и валидируетесь по 6 снимкам от организаторов. Соответственно, у вас примерно получается одинаковое количество информации, которую вы получаете. И таким образом вы могли очень легко оверфитнесу на лидерборде, что, собственно, сделала одна из команд. Об этом я расскажу дальше. Но ключевое то, что на самом деле в снимках было очень мало в тесте, и это большая проблема, потому что было бы очень большое шатание по лидерборде, когда опубликовали правил. Окей. Особенности этих соревнований. Вроде как на первом докладе говорили, что Kaggle — это что-то очень сильно отдаленное от реальной жизни и не имеет отношения к объективу, то есть к продакшну. Здесь все было почти не так. Дело в том, что организаторы выдали нам не просто снимки и маски. Они выдали нам снимки в виде T-файлов и маски в виде полигонов в CSV-файле. То есть это как примерно сделано для реального использования, когда у вас хранятся не маски, которые занимают очень много места, а в CSV-файл, которые занимают очень мало места. И вам нужно было переконвертировать CSV-файл в маски, чтобы начать тренировать вашу модель. Ну, окей, это не такая большая проблема. То есть люди сделали скрипт, который как раз делает эту задачу. То есть вы могли как-то взять и изгенерить маски в виде пикселей, а не в виде CSV-файла. Дальше вы тренировали сеть. Скорее всего, это были сверточные сети, потому что, опять же, вы слушали предыдущий доклад, вы понимаете, что кроме нейросетей сейчас для изображения уже ничего не используется почти что. Дальше вам нужно предсказать 425 снимков, а это уже очень много. И здесь становится вопрос о мощности вашей видеокарты, скорее всего. И затем, уже после того, как вы предсказали маски, точнее вы предсказали вероятности, но сделать из них маски довольно просто. Это типа просто трэш-холд. Нужно предсказать CSV-файл обратно. То есть ваш алгоритм должен выдать, по сути, CSV-файл с полигонами, что очень близко к конечному использованию, потому что вам не нужны маски, вам нужны именно CSV-файлы, с которыми просто обращаться. И это была очень большая проблема, потому что это инженерная задача, это не про machine learning, это просто взять и сделать какой-то хороший алгоритм. Но он очень сильно влиял на конечную метрику. И это тоже одна из проблем. Соответственно, нужно было построить весь пайплайн, который работал с, по сути, данными, очень близкими к реальному использованию, и выдавал бы предсказания, которые тоже очень близок к реальному использованию. В отличие от каких-то абстрактных вещей. И я долгое время не хотел участвовать в этом соревновании, потому что нужно было решить все эти проблемы, и каждая из этих стадий влияла на конечный результат. Соответственно, мне нужно было решать массу задач, связанных с просто обработкой данных, без какого-то machine learning. Но у нас было очень горячее обсуждение в WDS-чатике, о котором мы там тоже рассказали, где люди всячески агитировали за участие в этом соревновании. Кроме того, Константин Лопухин выложил скрипт, который как раз решал проблему, связанную с конвертацией из масок в полигоны. Это была последняя стадия, после которой можно было собрать полный пайплайн от начала до конца, что, собственно, я и сделал. И прежде чем перейти к разбору уже решений победителей, я хочу рассказать именно об этом бейслайне, потому что он очень простой для понимания, но при этом дает неплохой результат, и, в принципе, все решения не сильно от него отличаются. Соответственно, что же я сделал, чтобы сделать свой какой-то бейслайн, с чего я начал? Я взял все 25 снимков и собрал из них очень большую мозаику. То есть ее можно видеть слева. Сейчас, прошу прощения. Да, вот здесь. То есть я взял, отмасштабировал их как к этому размеру и скрыл большую мозаику. То же самое я сделал с масками. Дальше из рандомных мест я просто брал и рандомно кропал патчи с кусками изображения под вход в нейросети. В качестве нейросети я использовал UNED. Дальше расскажу вам, что это такое. Ну, по сути, сейчас для понимания нужно просто осознать, что это типа сеть, которая принимает на вход картинку и выдает маску. Больше от нее пока еще ничего не требуется. После того, как я… Да, еще небольшой кусок я отрезал на валидацию, но это, в принципе, не так важно. То есть идея в том, что просто я обучил нейросеть таким образом. Дальше я предсказывал тестовые снимки с крыльяющим окном, просто сканируя тестовые изображения один за одним, получая тем самым карты вероятности, из которых получал маски, просто подобрав треш-холд в качестве какой-то осечки для на валидации. Затем я использовал уже скрипт кости и получил файл, который и был финальным сабмитом. На этом, на самом деле, не все, но я умолчу некоторые детали. Так вот, что же такое UNED? Опять же, в предыдущем докладе рассказывали про segnet. Это нейросети для сегментации объектов на дорожных картах. Это примерно то же самое, только с небольшим улучшением. Здесь есть пробросы, то есть это как бы энкодер и декодер, который уменьшает картинку и затем увеличивает ее до нужного размера под маску. Только здесь есть пробросы фичей от энкодер части к декодер части с соответствующими размерами. То есть это позволяет, судя по всему, лучше сходиться и дает более стабильную архитектуру. Соответственно, дальше вы видите, что все победители так и иначе использовали UNED и как бы это must-have. Он себя также хорошо показал изначально. Он вообще был разработан для биологических объектов и для сегментации клеток в микроскопах. Также, ну, то есть на кегле он стал популярен после того, как многие люди использовали его для соревнований по сегментации нервов в шейном отделе. Соответственно, все его использовали и здесь, и он очень хорошо заходил. Теперь, то есть если, ну, как бы, понятно примерно, что я сделал для базового решения, что же я сделал для того, чтобы улучшить его и получить уже почти финальный пайплайн. Во-первых, ванильный UNED, он не содержит батч нормализации. То есть первое, что я сделал, это заменил свертку и активацию на свертку батч норм и активацию, как это сделано в статье про резнеты. Также я добавил аргументации, то есть я не просто вырезал патч, я его еще и вращал, отражал и флипал вертикально. Так, чтобы, ну, просто увеличить разнообразие. Это как бы обычная вещь. Я не играл с оптимайзером, потому что, ну, дальше я придумал некоторую другую штуку, я расскажу о ней дальше. И клевая вещь, которая здесь очень хорошо для меня, по крайней мере, зашла, это в обычном компьютерном зрении называется hard negative mining. Идея в следующем. Я также рандомно нарезаю какой-то пул для обучения, обучаюсь на нем, и затем этой же нейросети предсказываю этот пул. Я получаю предсказания для каждого класса в виде масок. Дальше я скорю эти маски и выбираю те сэмплы, где скор самый худший. Ну, и где, очевидно, содержится класс этих масок. Соответственно, эти сложные сэмплы, на которых нейросеть ошибается наиболее сильным образом, я добавляю в следующую стадию обучения и снова обучаюсь на них. Тем самым я решаю сразу две проблемы. Во-первых, теперь в каждом, на каждой итерации обучения у меня есть классы, точнее, у меня есть сэмплы всех классов. Это очень помогает для исходимости, и это выравнивает количество, выравнивает сэмплирование. Это первый профит, и второе то, что я добавляю сложные примерно, на которых сеть ошибается, и это, опять же, помогает ей быстрее сходиться, быстрее уточнить свои предсказания. Ну, вот это то, что здесь очень хорошо зашло. Если у вас есть такая же задача, то я рекомендую такой же подход применить здесь. И, как бы, это обычная вещь. И вторая вещь, которую я придумал, это несколько входов для нейросети. Как я сказал в самом начале, снимки содержали, то есть снимки были очень-очень разного размера. И у вас есть, как бы, одна опция. Это отмасштабировать все к одному размеру и подавать на вход все каналы сразу. Но, очевидно, что если вы увеличите картинку 20 раз, то, как бы, там не будет очень много информации, и, ну, overhead будет очень громадным. Соответственно, здесь идея в следующем, что картинка при прохождении через нейросеть, она эффективно уменьшается в размере, в плане, ну, как бы, высоты и ширины, но увеличивается в виде количества каналов, в виде абстрактного представления. И, ну, на самом деле, логично, к картинке, когда она прошла несколько стадий пулинга, добавить еще новый канал, скажем, после свертки, просто конкатерировав фичи от нейросети, так, чтобы их стало больше. Тем самым я избавляюсь от необходимости масштабировать все к одному размеру, я просто добавляю новые картинки по мере уменьшения основного бранча. На самом деле здесь все не так гладко. Дело в том, что все равно самый маленький размер мне пришлось увеличить, но всего лишь в полтора раза, а не в 20 раз, что, ну, довольно выглядит приемлемо. Остальная часть — это просто обычный юнет без изменений, и самая большая маска, точнее, маска выходная, она имеет размер самой большой картинки. Тем самым я получаю наилучшее разрешение в плане, опять же, количества деталей. Это тоже очень важно. Ну вот, это такая идея, которая тоже хорошо сработала. И мой, по крайней мере, финальный пайплайн до того, как я объединился с Романом, выглядел примерно так. То есть это две нейросети, юнет, которые я обучал на разном количестве каналов, на разном размере, и юнет с несколькими входами, которые тоже предсказывают несколько классов. И чтобы стабилизировать свои решения, я его устранял на несколько эпох. То есть я выбирал лучшие эпохи и устранял их предсказания, чтобы получить какое-то более-менее стабильное решение. Ну вот, это мой пайплайн. Если посмотреть перелог обучения, то он выглядит примерно так. То есть это скор, отложенный по вертикальной оси для первых семи классов. И справа снизу расположен скор, средний скор по всем классам. Здесь, ну, как бы видно, на мой взгляд, три вещи. Что разные классы обучаются за разное время. То есть некоторые из них сразу выходят на полочку, некоторые из них доучиваются. Это связано с тем, что даже, несмотря на то, что я выравниваю сэмплы, они все равно имеют разное количество информации. И обучаются за разное время. Также видно, что скор у разных классов сильно отличается, потому что некоторые классы предсказывают легче, чем другие. И это понятная вещь. И третье, что меня, по крайней мере, удивило, это что очень сильно скор скачет, даже на поздних эпохах. Соответственно, мне стало интересно, что же происходит в этих стадиях, где он как бы скачет. И я просто предсказывал валидацию. И вот что из этого получилось. Сейчас. Здесь сейчас видео, которое собрал Роман, оно показывает, как вообще говоря, нейросеть обучается. То есть это предсказанные маски валидации для всех классов. Здесь синий — это ground truth, голубой — это пересечение предсказания с ground truth, а зеленое — это false, ложное срабатывание. Соответственно, я надеюсь, вам видно, что здесь синий. Оно сначала ничего не предсказывает, потом начинает как-то предсказывать и более-менее уточнит предсказания. Я надеюсь, вам более-менее видно, что здесь происходит. Да, вот с дорогами довольно понятно. Дорога у нас справа. То есть сначала синий ничего не предсказывает, потом начинает предсказывать все подряд, а затем понимает, что все-таки дорога справа начинается уточнить свои предсказания как бы более точно делать с каждым шагом давайте посмотрим весь этот ролик это треки это что-то вроде тропина к лесу то есть тут 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 все не очень понятно но видишь на сеть тоже опять же ее ну как во первых виду что и колбасит и как бы поэтому это объясняет некоторые как бы изменения скоро в плане логов доузерими деревья тоже прикольно она сначала предсказать подряд и потом начинает опять же так тоже учение свои предсказания но видно что она предсказывает не все деревья то есть некоторое не предсказывает до самого конца это же объясняет почему скоро такой низкий это поля с полями здесь виден другой артефакт что предсказание и метку прямоугольную форму потому что я предсказал склеящим окном а на углах маски не раз и предсказывать не очень точно поэтому наши боясь там средства видно прям где ну как бы как или скользящее окно и где что да вот эта вода она сначала предсказывает крыши домов потому что они выглядят такими же как ну вода по цвету дальше но видит что вода это слева и вот зеленое пятно это на самом деле медленная вода и здесь сказать что как бы медленная вода и быстро вода они не отличались и все придумали очень разные приемы медленно вода она не обучилась никак потому что ну сложно очень прилично ты медленная вода до нейросеть не смогла сейчас я еще немного поколбасит да вот но нет не получилось и доп допустим класса это классы машин они но если не видно низ здесь справа это синие точки что нейросеть не очень но не предсказывает их то есть на предсказывает какой-то шум и печенье очень небольшое да и это сама маленькие машины здесь вообще все плохо она предсказывает ну как бы все что угодно кроме машина не тоже справа но вы видите что все очень плохо так соответственно что же я сделал чтобы очень ну побороть этот как бы ну для меня стало понятно что нужно анализировать глазами что же получается при предсказаниях поэтому я взял потратил на некоторое время и из теста то есть то что у меня не размечена я выбрал как бы нарезал полоски тех мест которые мне показали самыми сложными то есть вот эта картинка которая выглядит и каком наркоманском цвете она как бы показывает самые сложные сэмплы которые мне показались из все теста например слева это дома дальше идет вода виде моря который которого не было в утрене затем идет вода с рябью и ряби тоже не было в трене ну и там дальше идут разные тип овраги которые выглядят как дома и дома которые выглядят как непонятные куски соответственно теперь после каждой итерации обучения я предсказывал train чтобы сделать сложные примеры валидацию чтобы валидироваться и тест чтобы анализировать глазами и на основе опять же анализа предсказания этих масок на тесте я выбирал лучшие эпохи тоже усынял чтобы получить более стабильное решение и это как собственно помогло с некоторыми классами улучшить наш результат ну вот пример такое решение с романом я объединился на самом деле на то есть сейчас я как бы это конец описание моего решения сейчас буду рассказывать про решение других участников мой сокоманник роман то есть я расскажу сейчас его решение и с ними объединился на очень как бы на очень поздней стадии то есть у нас была большая идея объединить не просто класса винить типа вероятности но у нас не получилось это сделать поэтому вообще до самого конца соревнований каждый из нас пилил собственный pipeline и мы почти никак не пересекались и это очень забавно потому что она у нас очень разные решениях тему мы были в этой команде и так что же делал роман роман делал следующий он брал все каналы и масштабировал их к одному размеру самому большому то есть он увеличивал сам маленькую картинку 20 раз как катировался все эти картинки и подавал на обучение в нейросеть естественно очень был большой оверх это для него это сработало кроме того роман не брал рандомные кропы он просто брал и нарезал картинку плотно то есть он брал и делал из нее просто ну пул обучения для всех картинок без рандомного кропа и что у него очень хорошо сработало это кросс валидация в плане фолдов но здесь фолды очень хитрый про поскольку вы не можете просто сделать импортировать стратифайка фолд потому что у вас лейбла это маски и и роман сделал следующее для каждого класса выбрал такое разбиение глазами так чтобы примерно в каждом фолде было одинаково распределение как всех классов просто глазами то есть он это сделал ну как бы анализируя опять же снимки и это очень хорошо помогло отстроить свою локальную валидацию потому что имея фолды можно ну более робастно определить качество работы своей модели ну и дальше он на всех этих снимках тренировал юнет для каждого класса отдельно то есть не было под каждый класс своя модель для которой он искал параметры great search им следующих и следующего диапазона то есть игрался с оптимайзером он менял аугментации добавлял dropout и менял размер эпохи соответственно он использовал другой еще модификации юнет он использовал более глубокий юнет у которого вход имеет размер 224 и по сути первый кусок имеет такую же структуру как виджи джи кроме того он еще сделал я не просто глубокой он еще добавил количество не просто увеличил размер ночи добавил количество слоев и сделал ее гораздо более глубокой то есть место свертки он добавил свертку бачнорам активацию свертку бачнор активацию и в конце еще добавлял dropout и на мой взгляд довольно интересная идея потому что я еще ни разу видел такого как бы что-то сработало и у него это хорошо сработало потому что ну как-то такая регуляризация для меня на самом деле очень очевидно что это после сверки должно очень работать но нет сработало это очень прикольная идея который тоже использовал а для класса машин он использовал более маленькую сеть потому что но машина имеет очень маленький размер и там не нужно иметь большой рецепте field он просто использовал очень маленький юнет и несколько модифицировал лосс в виде большего penalty за то что нейросет ошибается там где машин нет тем самым должен был как-то увеличить точность но у нас машины к сожалению очень хорошо определялись и если теперь объединить мой pipeline и его pipeline то он примерно выглядит так то есть вот как бы это общий pipeline на нашей команды средства первые две не растет и не растет романа нижние мои и в виде этот столб столб сайта демонстрация того как мы вообще говоря объединили наши предсказания то есть по-хорошему мы должны были не просто их пересекать мы должны были успеть вероятности это бы помогло улучшить точность но у нас электроклассов не были посчитаны маски поэтому мы просто делали пресечение наших предсказаний и это были как бы наш финальный submit например для быстрой воды у нас было довольно сложный мерч это тип объединение трех сеток одна из которых это вообще горяпом даже были некоторые кастомные правила так и такие что если полигон там большего размера то скорее всего быстрая вода если медленного то скорее все медленного да ну и виден скоро где какой получался то есть нас для татчик получал самый худший скор но это примерно для всех команд окей как бы это наше решение теперь я расскажу о решении победителя это был кайл собственно он опубликовал свое решение в виде поста на кэгле который может можете прочитать дальше будет ссылка и она выглядит примерно так я думаю что вы не очень хорошо видите здесь потому что ну как бы разрешение не позволяет но даже если бы вы видели то это бы не сильно вам помогло потому что она довольно сильно запутанное если вы смотрите эту схему следует она выглядит примерно как монструозно в лучших традициях как лас большими ансамблями бэйгингом и так далее но если посмотреть ну более внимательно то на самом деле выглядят примерно так то есть это я творчески переработала его решение она выглядит довольно теперь довольно просто что ж делал кайл он на самом деле было интересно зрения его результатами он равномерно двигал то есть он сразу оторвался от всех команд и всегда был в отрыве. Соответственно, он просто брал и грид-серчем искал оптимальные параметры следующего диапазона. То есть это типа... То есть он игрался с количеством каналов, с количеством входами сетей, с глубиной сетей, и еще и делал бэкинг и объединение. Это на самом деле наверное ключевой критерий успеха, то что он вообще попробовал все и собрал из этого огромный ансамбль. Из интересных вещей, которые он использовал, это oversampling on rare class. Это что-то вроде более умного сэмплирования, когда у вас есть, скажем, дома, которых очень мало, вы просто сэмплируете больше там, где есть дома. Машины он искал просто в окрестности дорог и зданий. Тоже на самом деле довольно понятная идея, которая у него хорошо сработала. Дальше на третьем месте расположились Владимир Глубиков и Сергей Мушинский. Они заняли третье место с очень-очень небольшим отрывом от нас и у них решение тоже довольно простое. Они брали нейросеть и добавляли кроме как бэндов еще и индексы. Это некоторые вещи, которые основаны на природе сигнала, типа если взять инфраструктный диапазон и вычислить из него R-канал и поделить на их сумму, то получается, что вода выглядит более контрастной. Они добавляли качество таких ручных фичей и с помощью них у них получилось еще больше каналов. Также они брали не просто предсказание маски, они еще и вырезали центр, чтобы как раз избавиться от артефактов на краях. И это тоже очень сильно помогает, потому что на краях у вас, как я показывал из видео, очень большие искажения. Ну вот примерно так выглядят их решения. И на пятом месте расположились такой квартет. У них на самом деле самые разнообразные решения и в плане количества нейросетей и архитектур, потому что их было очень много, они попробовали разные штуки. У них, во-первых, по-моему, единственных, с кого из топа сработал Сигнет и Дэнснета. Другие архитектуры отличные от Юнета. Но ребята прогрели на том, что у них очень сильно упал скорб по медленной воде. Это как бы единственный косяк. Если бы они получили такой же скорб, как и у нас, они были бы вторые. А так они скатились на, по-моему, пятое место. Как бы это единственная их проблема. Соответственно, они пробовали массу прикольных вещей, типа то, о чем рассказывал в качестве аргументации, это брать. То есть машин было очень мало, соответственно, они просто взяли машины, вырезали их руками и накидали их просто в большом количестве на снимок, как вы можете видеть. То есть это очень интересная аргументация, но они не успели это попробовать, потому что времени хватило. И другая идея, они взяли и сделали маски узких классов более толстыми. Тем самым они могли, ну как бы нейросеть их лучше распознавало, что ли, и это позволяло тоже улучшать предсказания. То есть если у вас есть узкие структуры, то можно их расширить и получить лучшие предсказания. Теперь, на самом деле, это соревнование запомнилось тем, что у нас в ODS-чате была очень теплая атмосфера, и там были, ну, ряд шалостей. Одна из которых это, да, во-первых, свой скринт, который я сказал в виде бейслайна, я вложил на форум, и это привлекло массу участников, потому что когда есть решение от начала до конца, то гораздо проще начать участвовать в соревновании. И произошло следующее. Михаил, он обучил нейросеть с помощью этого скрипта, исправив все баги, а Сергей выложил финальную версию на форум вместе с весами. После этого каждый участник мог взять веса, предсказать тест и получить скор в районе 0.42 на лидерборде. Это довольно высокий скор, потому что, ну, это был, по-моему, топ-20. Соответственно, все начали использовать этот скрипт, и это полностью сломало лидерборд. Потому что, ну, как бы, почти последний день все начали его юзать, смешивать своими моделями, и там было дикое перемещение по лидерборду. Но, после того, как публиковали private, все скатились обратно, потому что эти веса были очень сильно оверфитнуты на паблик, и, как бы, все скатились, кто бездумно использовал скрипт, все скатились обратно, а те, кто смешивал, те, наоборот, поднялись. Это довольно прикольная вещь, которая вызвала массу недовольства на форуме. И вторая вещь, это организаторы, во-первых, они должны были опубликовать результаты в момент окачения соревнований, но, когда мы зашли на Kaggle, то их не было. Вместо этого органы сказали, что, типа, ну, вы молодцы, все решения очень клевые, мы их анализируем уже, но подождите недельку, потому что органы, они, как бы, готовят пресс-релиз, который будет через неделю, и вот тогда мы скажем вам результаты, поэтому давайте вы подождете. Это, как бы, групповая фотка нашего чатика, потому что, ну, как бы, вы можете поднять недовольство, когда вы ждете результатов, а их нет. Ну вот, всем спасибо за внимание. И это, как бы, финальное видео, которое демонстрирует, как вообще работает нейросеть. То есть слева это, ну, собственно говоря, изображение, а справа это разные классы, которые предсказываются нейросетью. Я надеюсь, да, вроде все более-менее видно. Соответственно, вы можете сценить глазами, как вообще выглядят предсказания нейросети. На мой взгляд, это еще получилось очень неплохо, и это довольно, как бы, красочная демонстрация, как оно вообще работает. Собственно, у меня все. И в качестве, ну, вместо выводов, я хочу призвать вас к, ну, во-первых, участию в Кегле, я думаю, что для всех это уже теперь, особенно первых двух докладов, это очевидно. И хочу рассказать о том, точнее, я хочу призвать к более открытому участию и более активному участию. Например, то, что я вложил свой скрипт, это, казалось бы, довольно контраинтуитивная вещь, поскольку я, ну, как бы, шарю свое решение, которое позволяет другим участникам обойти меня. И на самом деле, ну, так довольно быстро произошло, потому что у меня была ошибка, все ее исправили, и это, ну, по крайней мере, меня вызвало очень много недовольства. Но в итоге выиграли все, потому что, как бы, на форуме у нас был чатик, где все делились так или иначе идеями. И это, в конечном итоге, позволило всем выиграть, потому что все получили массу знаний, и каждый с помощью этих идей смог услышать свое решение. Таким образом, расшаривая свои идеи, вы помогаете, на самом деле, всем, в том числе и себе, привлекая новых участников, и, ну, как бы, получая фидбэк, получая другие новые идеи, и это очень клево. Соответственно, я призываю к активному участию в соревнованиях и более открытому участию в соревнованиях. У меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, то я готов на этих ответствий. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Было очень круто. Димоград, ваше решение, где выставляете, конферсировали патчи отводок. У меня вопрос. А вы просто вырезаете какой-то ключик фотографии и конферсировали? Я делал следующим образом. Я все выравнивал и вырезал одинаковую область физическую из разных бэндов. То есть они были в разном размере, но область была на них одна и та же. Понял, понял. И второй вопрос. А вот абсэмплинг как? Я просто с юнетом не знаком, а вот как называется абсэмплинг? У других участников? Ну, это просто ресайз, ну, не знаю, OpenCV, ресайз к одному размеру и, по-моему, B-кубик, шарпинг. То есть это необычаемая вещь, это просто такой хардкод, это абсэмплинг? Да, да, да. Очень тупая вещь. Очень высоко. Я сейчас буду ходить по людям? Можно просто передать микрофон, наверное, чтобы не идти. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Я на самом деле уже читал про него на хабре, смотрел видео. И вот это третий раз, да. Все равно здорово и что-то новое узнал для себя. Скажите, а можно ли было бы с помощью юнета решать задачу в реальном времени, то есть трекинга каких-то целей? Например, ту же машину, отследить ее перемещение. Ну, то есть рекомендовали бы вы пользоваться таким решением? На самом деле сложный вопрос. Я не замерял прям перформанс в реал-тайме, но, ну, наверное, то есть с каким-то успехом можно, скорее всего, использовать. По-моему, даже сегнет позволяет это сделать в реальном времени примерно так, что юнета, я думаю, тоже может. Но я не берусь судить, ну, то есть как бы это не точно, я не замерял перформанс. Скорее всего, можно будет. Спасибо. И опять же, вот вопрос, сколько ваших человека часов ушло на это решение? Да, это хороший вопрос. Я посетил соревнования месяц, почти что ровно, соответственно, каждый день после работы я заканчивал работать в 8, где-то до полночи я решал соревнования, иногда с перерывами на тренажерный зал, а по выходным это был фулл-тайм, то есть как бы что-то, ну, как бы большие идеи я делал на выходных, а на неделю я просто, ну, как бы правил и, ну, как бы корректировал обучение. То есть выходные фулл-тайм и каждый день по 2-4 часа. Спасибо. Спасибо. Спасибо еще раз за доклад. И я хотел узнать, вот вы упомянули, что тренинг-сет был довольно-таки маленький, но был большой тестовый датасет и пробовали вы использовать псевдо-лейблинг и подобные техники для того, чтобы улучшить результат? Да, он был большой, но мы не использовали, потому что, то есть псевдо-лейблинг имеет смысл использовать, когда у вас точность очень высокая. А здесь точно была высокая только у воды и как бы, ну, с водой не было больших проблем. Большие проблемы были с именно машинами, а скоро у них очень низкие, поэтому как бы это бессмысленно. То есть если ваша модель предсказывает там типа 90, ну, с точностью, не знаю, какой-то абстрактной метрикой там выше 90%, а тест, то как бы это имеет смысл. Здесь это было не так. Понял, спасибо. Добрый день. Собственно, вопрос возник. На каких мощностях вы, собственно, все это добро считали? У меня даже, по-моему, готов слайд для этого. Примерно так. То есть у меня в... У меня есть дивбокс с двумя титанами X. Это титаны X Maxwell. Соответственно, они используют для обучения нейросетей. Также у меня еще был компьютер с титаном Black. На нем я тоже что-то обучал. Как бы код отлаживал я на своем рабочем компьютере там, где был GTX 1080. Соответственно, Роман делал пример то же самое, когда мы объединились. То есть он обучал все модели на дивбоксе, там где было две видеокарты. А код отлаживал он на своем компе, который имеет 1080T. Вот, примерно так. Добрый. Еще один такой вопрос. Вы говорили, что вначале вы склеивали все картинки в одну большую, после этого брали оттуда небольшие патчи. Да. Были ли такие патчи, которые как бы захватывали часть из... Да, конечно, были. Что для чего? Ну, в смысле, чтобы обучаться на них? Ну, как бы... Я не вижу в этом больших проблем, если честно. Ну, как бы... Ну, захватывают они два снимка, ну и что? Это не... Что? Это против дается? Нет. А зачем тогда склеивать? Ну, так проще. То есть, как бы... Ну, во-первых, ну, проще загрузить все снимки и дальше из них дергать патчи. Как бы это просто физически... Не то, что физически, в плане кода это проще. И так проще сэмплировать более равномерно через все снимки, потому что если еще и поворачивать, то у вас, получается, не захватываются края снимков, потому что если вы берете больше патч, поворачиваете его, вырезаете центр, то края у вас пропадают. Так меньше информации используется. Так, вопрос есть? Да. Спасибо за доклад. Вот когда ты дорабатывал U.net, ты, получается, добавил бач-нормализацию, а функция активации оставила Relu. Да. А провал ли ты другие функции активации? Какие-нибудь более... Я нет, но команда, которая заняла третье место, она использовала Yellow вместо Relu. И у них это лучше... Ну, то есть, как бы, они сказали, что для них это получилось лучше, чем с Relu. А есть какая-нибудь такая вообще... Что-то типа... рекомендации на задачах сегментации какую функцию активации лучше использовать? Я думаю, что нет, потому что это один из параметров, гиперпараметров, которые нужно оптимизировать по задаче. То есть, я не знаю рекомендаций такого рода. Спасибо. Пока я ищу тех, кто задаст еще вопросы. У меня такой вопрос. А тебе не стыдно Python 2.7 показывать здесь? Я уже использую Python 3.6. Все в порядке. Уже Python 3.6. Все нормально. Вот ты не мог раньше задать вопрос? Да, спасибо за доклад. Я тоже не первый раз вижу, но супер. Каждый раз нравится. Вопрос у меня... Я когда видео смотрел еще на Ютубе, возник такой, да? Мы в конце имеем просто разметку пикселей, но запушить туда должны полигоны. Да. То есть, как вот этот... Мне непонятен шаг, который был как из пикселей получить полигоны. То есть, это же можно сделать многими всякими способами. Если честно, мне он тоже непонятен, потому что я использовал скрипт Константина, и его так и не переписал до конца. То есть, я просто взял как бы библиотеку, и, ну, его... Но идеологически это делается так, что у вас как бы есть как бы некоторая область, у которой есть контур. И контуры можете аппроксимировать просто полилинией. Нет, я понимаю. Ну вот. Вопрос был в том... Скажем мне, следующий вопрос. Могли ли быть ошибки из-за того, что там где-то плохо аппроксимировалось что-то? Да, могли. То есть, не из-за того, что сеть затупила, а из-за того, что плохо. Да, я понял. Да, могли, при этом, совершенно верно, качество при этом падало, и вообще-то из-за этого возникали ошибки, из-за того, что полигоны были невалидные. Они были самопересечениями, и это была тоже большая проблема. В этом случае Кегл их просто не принимал, и приходилось загрублять полигоны, чтобы они хоть как-то проходили. То есть, да, это была проблема, и с ней я, по-моему, так не видел решения до конца. То есть, фактически, еще какими-то гиперпараметрами модели были гиперпараметры этого алгоритма, который, собственно, из пикселей делают полигоны. Да, там даже было несколько... Их можно было оптимизировать по-хорошему. Да, 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 можно сначала сделать их шире, обстрелить полигоны, а потом их сузить. И это как бы тоже это давало чуть лучше скор, чем просто взять и обвести эти полигоны. То есть, это тоже некоторая, ну, как бы, игра, которую нужно было делать. Спасибо. Ну, собственно, еще один вопрос возник. Вы в самом начале говорили про то, что организаторы заявляли, что будет чуть больше, чем дофига картинок в тесте, там 400 копейки. В какой момент времени раскрылась правда? После качания соревнований. Говори, спасибо. Я думаю, еще один вопрос можно. Спасибо за доклад. Вопрос насчет решения первого места. Кайло утверждал, что у него помогли картинки в разных масштабах и, собственно, он делал модели в разных масштабах, которые предсказывают. Одни и те же бенды. Это не прямо разный масштаб, он просто масштабировал, ну да, то есть он использовал, то есть он просто масштабировал картинку к разному размеру, но вход в нейросети был то же самым. То есть он использовал, ну по сути, да, разный масштаб. Собственно, на самом деле, все так или иначе это использовали. Например, я это делал для больших классов типа полей, либо дорог, и там это работает лучше, чем когда у вас есть, ну как бы, более детальный снимок. То есть, ну да, для него это тоже сработало. Я обещал, что это будет последний вопрос, поэтому давайте мы... Да, можно в кулуарах, но поопьется. И потом можно его будет помучать в кулуарах, можно будет его найти на автобате. В общем, его найти достаточно легко. Афтура, спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ